На несколько часов Одинцовский волейбольный центр превратился из спортивного комплекса в инновационную площадку будущего. Здесь собрались все те, кто всерьез интересуется программированием и конструированием роботов. Цель фестиваля – заинтересовать молодежь, заниматься техническим творчеством. Это и младшие классы, которые могут поучаствовать в мастер-классах. Это и средние. Они здесь представлены в виде соревнований, которые уже что-то умеют, которые уже ходили на какие-то кружки. И более старшие, они уже с проектами, они уже могут выступать, они уже готовы делать какие-то мини-свои продукты, мини-макеты. Первый областной фестиваль под названием «Робо-Сити-2017» – это отличная возможность не только узнать много нового и интересного, но и, например, презентовать свой уникальный проект. Ребята с пятого класса могут презентовать сделанные проекты. Проект – это некое устройство, которое выполняет полезную для общества функцию. Допустим, это может быть обогреватель ручек для дверей автомобиля, который помогает открыть ручку при сильных морозах. Сами участники фестиваля признались, что подготовка была серьезной и долгой. Сначала мы с ними проходим базовые механизмы, базовые конструкции. Они набираются опыта, учатся программировать. А вот участие в творческих проектах – это уже подразумевает более серьезную, вдумчивую работу. Здесь, конечно, не обходится без помощи небольших родителей, без помощи тренеров. Сотрудники МЧС представили на выставке машины, которые уже успешно применяются на практике. Эту технику используют в разведывательных работах, притушении пожаров и разборе завалов на местах чрезвычайных ситуаций. На фестивале робототехники можно не только пообщаться с экспертами, узнать много интересного, но также встретиться с настоящим роботом. Команда Одицовского района презентовала этого робота-гуманоида по имени Василий, который реагирует на движение человека. Еще одним экспонатом стал прототип знаменитого дрона из «Звездных войн». Площадка очень интересная, тут и соревнования, и выставка, и фестиваль, и очень много молодых родителей с маленькими детьми, которые еще явно пришли посмотреть, они еще не участвуют в соревнованиях, но следующий год уже, наверное, начнут. И это очень здорово, потому что робототехнику надо популяризировать. На протяжении всего дня работали тематические площадки, где можно было послушать лекцию, узнать о последних тенденциях инновационного бизнеса, а также самостоятельно сконструировать робота и принять участие в соревнованиях. У нас проект – экскаватор, копающий противопожарный ров. В нем четыре мотора и два коммутатора. Организаторы фестиваля уверены, что такие мероприятия позволят популяризировать инженерную профессию среди молодежи, и в дальнейшем фестиваль «Робо-Сити» станет традиционным событием. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».